МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баскетболистки «Динамо» крупно уступили в первом матче четвертьфинальной серии с Екатеринбургским УГМК. «Динамо» завершила регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице. И уже на стадии четвертьфинала баскетболистки вышли на действующих чемпионок страны и Евролиги УГМК. К матчу сибирячки подошли в неоптимальной форме. Сказалось долгое отсутствие игровой практики. Кроме того, из-за травм на паркет не смогли выйти сразу две разыгрывающие – Анастасия Точилова и Елизавета Комарова. Также перед стартом игр-плей-офф «Динамо» расторгла контракт с легионером Лотою Уильямс, которая играет на позиции центрального нападающего. Спортсменка не смогла продолжить сезон по состоянию здоровья. Все это вместе вылилось в двукратные преимущества гостей после первой половины – 49-24. В третьей четверти «Динамовки» прибавили и уступили по итогам периода лишь три очка. В четвертой четверти распределение сил на площадке не изменилось. Итоговый счет – 94-56. Победа УГМК. Я думаю, что тренер любой команды в Европе, может быть, за исключением Курска, и тех, кто пробили сейчас финал четырех, они как бы уже изначально представляют, что им придется проиграть и с крупным счетом. И я уверен, что каждый тренер на моем месте пытается решить какие-то локальные задачи, какие-то задачи, которые нужны в дальнейшем для занимания мест, которые у нас стоят в задаче. Ответный четвертьфинальный матч между «Динамо» и УГМК состоится в Екатеринбурге 27 марта. Если потребуется третий поединок, то он также пройдет в столице Урала 28 числа. Новосибирские каратисты завоевали пять наград на завершившемся в Московской области чемпионате и первенстве страны по контактному виду карате «Кекюсюнкай». Подробнее расскажет Константин Бухтатов. В копилке Новосибирской области одна золотая, две серебряных и две бронзовых награды. Если учесть, что на соревнованиях в подмосковных Луховицах выступали более 500 спортсменов со всей страны, результат более чем достойный. Медали – это, конечно, хорошо, значит, результат есть. Однако руководители региональной федерации смотрят шире и акцентируют внимание на, в первую очередь, долгосрочной перспективе. Ребята, которые ездили, но не стали призерами, выиграли тоже по два, по три боя. Это радует. И есть еще на подходе. То есть это новая волна, новое поколение поднимается, можно сказать. Я думаю, что есть основания думать, что результаты будут расти. И при этом, что хочу сказать, вот эти новые тренеры, которые помогают Александру Васильеву. Ну, в нашем клубе тоже есть тренер. Но вообще в федерации появилось много молодых амбициозных тренеров, которые дадут результат обязательно. Один из самых ярких сибирских тренеров – Александр Васильев. Заслуженный тренер России и обладатель четвертого дана. Воспитанница Александра Александровича Мария Панова стала на чемпионате страны второй и обеспечила себе участие в майском чемпионате мира. Он пройдет в Венгрии. Любой бой, это как бы, можно считать, это финальный бой. Вот с самого начала, первые бои начались, там, ну, я не знаю, там, любому можно было победу отдать. Там определялось, наверное, только, ну, доли, доли вот небольших преимуществ. В Новосибирском Киукусинкай очень ярко прослеживается смена поколений и передача опыта. Так, например, тренеры наших юниоров Константин Фотин и Максим Киян тоже воспитанники Александра Васильева и отзываются о нем только с хорошей стороны. Без его участия, его труда, ну, возможно, у нас бы таких результатов нет. Честно говоря, я вот последние 2-3 года сильно не обращал внимания вот на юношей. Но сейчас как-то вот и обратил внимание, уровень очень высокий. Технический уровень очень высокий. Морально-волевой и тренерский состав так сильно вырос, особенно молодые тренеры, даже удивительно. Молодые тренеры уже могут похвастать своими воспитанниками. Максим Бухарин вернулся из Подмосковья с золотом, Маргарита Шутова с серебром, а Кирилл Шнепа и Дарья Соловьева – бронзовые призеры. Тренировки были ежедневно, и, ну, такие сложные тренировки были. Там готовились очень упорно к соревнованиям. Я старалась победить, но девочка была сильнее. Вы вообще довольны выступлением? Да. Козырев всегда что считаешь? В голову часто попадаю. Почему? Не знаю, получается. Растяжка хорошая. Впереди у наших каратистов первенство Сибири. Но уже сейчас тренеры начинают подготовку к всероссийским стартам. По плану следующее. Уже сегодня мы начинаем готовиться к следующему чемпионату России. Отобраться по плану на чемпионат Европы. И в завершении выпуска о волейболе молодежка «Локомотива» одержала первую победу на московском этапе финала молодежной лиги. В трех сетах железнодорожники уверенно обыграли «Беркутов» Урала. Несмотря на поражение в первой игре в столице, «Локомотив» ЦИФС по-прежнему на первом месте в турнирной таблице. Московский этап продлится до 26 марта. Тем временем мужская сборная Новосибирской области вышла в полуфинал чемпионата России. И по волейболу среди слабослышащих спортсменов. На групповом этапе новосибирцы не потерпели ни одного поражения в восьми играх. Соперники нашей команды в полуфинале – команда из Москвы. И на этом все. Смотрите наши выпуски. Мы рассказываем только самые интересные спортивные новости региона. До встречи!